Друзья, всем привет! Рада видеть вас на моем канале! Ну вот и наступил яблочный сезон, и поэтому хочу с вами поделиться рецептом ароматного и очень вкусного зефира яблоко-корица. Приступим! Для зефира лучше использовать яблоки зеленых сортов. У меня вот такие самые обычные, с дачи. Я уже измельчила яблоки на вот такие небольшие кусочки. На дно сотейника я налила примерно 20-30 мл воды. Это для того, чтобы яблоки не пригорали, когда будут тушиться. От кожуры яблоки я не очищала, так как в кожуре самое большое содержание пектина, которое сделает зефир более плотным и устойчивым. Далее отправляю их тушиться на маленький огонь. В сотейнике у меня 300 г яблок, по итогу из них получится примерно 250 г яблочного пюре. Делаю маленький огонь, накрываю крышкой и буду тушить. Примерно через 2-3 минуты обязательно помешивайте яблоки, чтобы они протушивались равномерно и не пригорали. Яблоки готовы, их нужно дотушить до состояния вот такой вот кашицы и можно снимать с огня. Далее пробиваю яблоки блендером. Вот такое пюре уже у меня получается. Далее беру глубокую миску, в которой я потом буду взбивать зефирную массу. Беру вот такое вот сито. Перекладываю яблочное пюре и хорошо его протираю, дабы убрать остатки кожуры. В конце у вас останется одна кожура. Вот такое красивое густое яблочное пюре у меня получилось. Далее оставляю его до полного остывания. Моё пюре полностью остыло. Дальше я добавляю 1 белок, чайную ложку без горки корицы и сахар. Так как я работаю обычным ручным миксером, не кухонной машиной, сперва я начинаю взбивать зефирную массу. Так как её взбивать дольше, чем кухонной машиной, а сироп варится довольно-таки быстро, очень быстро набирает свою температуру. И пока вы взбиваете зефирную массу, вы можете просто-напросто переварить сироп. Вот до такого состояния я набиваю белок и яблочное пюре. И на данном этапе ставлю вариться сироп. Для сиропа я наливаю 100 мл воды, высыпаю 8 г агар-агар и отправляю на плиту на маленький огонь. Параллельно продолжаю взбивать белковую массу. Далее доводим массу до кипения. Когда появились уже бульки, высыпаю сахар. Так, немного размешиваю. Ещё добавляю примерно 50 г инвертного сиропа. Видео с рецептом сиропа есть у меня на канале. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Хорошо размешиваю. Далее жду, когда сироп начнет кипеть и набирать свою температуру. Далее увариваю его до температуры 110 градусов. Но если у вас нет термометра, ничего страшного, с этим тоже можно справиться. Варите сироп до так называемой волосиночки. Вот когда он будет стекать такой тонкой-тонкой струйкой. Как вы видите, сейчас ещё сироп капает. Поэтому увариваем дальше. Мой сироп достиг 110 градусов. И как видите, вот та самая волосинка, которая стекает сироп с лопатки. Всё, снимаем с огня. Вот такая устойчивая зефирная масса у вас должна получиться. Как вы видите, она не опадает с венчика, отлично держит форму. И тонкой струйкой начинаю вводить в белковую смесь. При этом миксер у меня на средней скорости. Далее я массу не взбиваю, а просто буквально полминутки перемешиваю её хорошо на высоких оборотах. Всё, зефирная масса готова. Можно её быстренько перекладывать в кондитерский мешок, пока она горячая. Отсаживать зефир я буду вот такой вот насадкой. Такая полуоткрытая звезда. И начну я отсаживать зефир. Немножко выдавливаю в серединку, потом делаю два завитка. И всё. И получаются вот такие красивые зефирки. Друзья, вот такой красивый зефир у меня получается. Далее оставляю его стабилизироваться примерно на 8-10 часов. Друзья, у меня зефир уже стабилизировался. Он простоял целую ночь. Далее сверху я немного его присыпаю сахарной пудрой, чтобы мне легче его было брать для соединения. Далее я беру вот две половинки. Видите, он прекрасно отделяется от коврика. Соединяю. И присыпаю сахарной пудрой. Лишнюю пудру я вот так вот обтрушиваю. Вот, посмотрите, какой красивый зефир у меня получается. Он отлично держит форму, довольно-таки плотный. И остальное зефир соединяю таким же способом. Мой зефир готов. Посмотрите, как он необычайно красивый получился. И хочу вам показать, как он получился внутри. Беру зефирку и разрезаю. Посмотрите, насколько плотный зефир получается. Он не рыхлый, в нем нет влаги. Это означает, что сироп был сварен правильно. В разрезе хорошо видна корица и небольшие кусочки яблок. Друзья, вот такой вот чудесный зефир получается. Как вы видели, готовится он довольно-таки несложно. Даже ручным миксером можно справиться. Но результат того стоит. Попробуйте его приготовить по моему рецепту. Ну, а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!